С Новым годом всех, с наступающим Рождеством! Сегодня уже вспоминали фильм «Герония судьбы». И вот мы не сговаривались. Мужчины спели песню, которую исполняла главная героиня, а я спою песню, которую исполнял главный герой этого фильма. Стихи. Бориса Пастернака, музыка Микаэла Тривердиева. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернутый гордин, не задернутый гордин. Только белых мокрых комьяк, Быстрый промельк, монховой тонк, А крыши снег, и кроме крыши снега никого. И опять зачертит веник, и опять завертит мной Прошлогодние унынье и дела зимы и ноль. И дела зимы и ноль. По ничтам, по портьере, пробежит вторженье дружь. Тяжему шагами меря, Тяжему шагами меря, Тяжему шагами меря, Ты, как в будущее, войдёшь. Ты поедешься у двери, В чём-то белом, Беспричуд, в чём-то впрямь, Из тех материй, Из которых лопья шьют, Из которых лопья шьют. И никого не будет в доме, Кроме сумерек. Один зимний день В сквозном проюме Не задёрнутый гордин, Не задёрнутый гордин. И, конечно, в преддверии Рождества Я не могла не спеть Рождественскую колыбельную Ириной Хлыниной. Солнце спрятано За горку Месяц Жёлтый шик Ковтан Утащил Мышонок Корку Спит котёнок Митрофан С треской За печной Заслонкой Пают Леточки Сосны По лагарушке Лунной Толкой Долго Ехав До Весны Сказки Спят На книжной Полке Ветер Ухолит В трубе Ангел Сахарный На ёлке Плачет О своей Судьбе О про то, Что есть На свете Синий Остров Аный Цвет Знают Маленькие Дети Да не Выдадут Секрет Заварю Кача Покрепче Буду Ночку Кратать Скоро В хороводе Млеча Сдрогнет Божья Благодать И когда Тебе Приснится Вифлеерская Звезда Сгинет Серая Волчица Ненасколько Стоя Неда Благодать Ну и третья песенка. Она исполняется от лица тех самых маленьких детей, которые знают о том, что есть на свете синий остров, а вовы свет. Это песня Вадима Егорова. И она называется «Воздухоплывательная». Нам с сестренкой каюк, наша мама на юг улетела, не дам. Это ж каждый поймет, жизнь без мамы не мёрт, а с отцом и подам. В доме трам-тарам, баба нас по утра кормит женою кашей. Он в телах, как в дыму, ему потому не до шалостей нашей. Он пошалить хочет, очень вылит, не так много и хочет каждый отец. И даже очень это поймет. Вот вчера, например, я такое имел, полетать захотелось. И была не была, два бумажных крыла мы приделали к телу. И пошли на балкон, пусть на нас и заход поглядят домочадцы. Как с балконом мы, ах, сиганём на крылах, чтоб по воздуху мчаться. Плывем внизу, реки, поля бы у всех упад, падали шляпы. Вот красота, только ты, папа, не улетел. Я почти улетал, но отец улетал. Представляете, жалость. Он расширил глаза и схватил меня за то, что ближе лежало. Попы страшно скал, я от попы скакал под лошадкой в голове. И как борт от коня, папа шлёпал меня, богорцующий попел. У всех отцов богатый опыт по мастерству. Шлёпанье поры, вот подрасту и буду шлёпать по поясам. Мы отца не винил, мы поверимся с ним, позабудем о ссорах. Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо. Называется... Порок. Нам достать порошка, пол посыпать слегка, кинуть спичечку на пол. Как взлететь я хотел, что ж. Коль сам не взлетел, так взлетел вместе с папой. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Только бы порох не осырел.